Ну что, друзья, вперед в Африку! Это Порошенко нам рассказывает сказки про Европу, а на самом деле он ведет, или вернее, привел нас в Африку. Итак, в провозглашенном ООН рейтинге счастья Украина разместилась между Чадом и Эфиопией. Так и хочется выругаться, Эфиоп твою мать! Первое место в рейтинге на счастливейших стран мира которая обнародовала ООН занимает Финляндия. Второе и третье – Дания и Норвегия. Швейцария – 16-е, Германия – 17-е, ну и так далее. Для сравнения Россия оказалась на 68-м месте и расположилась между Пакистаном и Филиппинами. Молдова на 71-м месте, Беларусь на 81-м месте, Грузия – на 119-м, а Украина в рейтинге счастья занимает аж 133-е место. И это самое низкое место среди всех европейских стран. Короче, в рейтинге, в который входят 156 стран, Украина находится, как я говорил выше, между Чадом и Эфиопией. Вот куда завел Украину Петр Порошенко. Но этого ему мало. Он хочет еще пять лет издеваться над нами. И я просто уверен, что если такое произойдет, то мы с вами станем не только самыми несчастными в Европе, но очень скоро и в мире. Одним словом Порошенко кругом заявляет, что ведет нас в Европу, что Европа ждет нас с распростертыми объятиями, а на самом деле завел нас в Африку. Так что думайте, друзья, за кого на этих выборах вы будете отдавать свой голос. Ну а теперь давайте перейдем к новостям в Украине. Те, кто смотрит мой канал, помнят, как я говорил, что в администрации президента появилась конкретная головная боль. Это вскрывшиеся факты разворовывания средств в Украинской Бронпроме. И поэтому сейчас основная задача – отвлечь внимание украинцев от этого позорного факта, поскольку от этого страдает рейтинг Петра Порошенко. И вот в администрации президента сейчас ломают голову, какие сделать новые информационные вбросы, чтобы отвлечь внимание украинцев перед выборами. И вот первым откликнулся генеральный прокурор Юрик Луценко. Он вчера сделал просто сенсационное заявление. Луценко заявил, что на самой первой встрече с послом США в Украине Марии Иванович она передала ему список людей, которых попросила не преследовать. При этом это заявление Луценко сделал не украинским средством массовой информации, а американскому изданию «Зехил». И Луценко, давая интервью, очень сильно возмущался. Да как она могла? Ну и так далее. То есть, понимаете, что получается? Он возмущаться начал не тогда, когда, по его словам, ему вручили этот список, а именно сейчас, перед президентскими выборами. Также Луценко заявил, что посол США обещала выделить генеральной прокуратуре Украины 4 миллиона долларов в качестве поддержки на развитие генеральной прокуратуры. А в результате обманула и денег не дала. Ну и ответ посла США Марии Иванович, естественно, не заставил себя долго ждать. Она сделала заявление и сказала, что это откровенная ложь. И никто Юрию Витальевичу такой список не вручал. А вот по поводу финансовой помощи, посол США заявила, что они не увидели никакого желания у генпрокуратуры проводить какие-либо реформы. Вот поэтому они решили, что они несут ответственность перед американскими налогоплательщиками и просто так выбрасывать деньги на ветер не будут. И далее она сказала, что эти обещанные американской стороной деньги были перенаправлены на более продуктивные проекты. То есть, чтобы было более понятно, посол США сказала, просто так давать вам деньги, чтобы вы их разворовывали, никто не будет. Но понимаете, во всем этом есть очень важный момент. Если Юрий Луценко действительно соврал и такой список игму никто не вручал, то для него это может закончиться очень печально. Я немножко знаю, как относятся в США к тем, кто пытается обмануть американские официальные органы. Вы понимаете, это у нас в Украине. Ты можешь прийти в городской совет, в ЖЭК или в какую-либо коммунальную организацию и предоставить недостоверные данные. И ты знаешь, что если даже обнаружат какие-либо несоответствия, то ты можешь сказать, ой, извините, я ошибся, больше такого не повторится. А в Америке все совсем не так. Там все это работает совсем по-другому. Самое страшное там, это предоставить неправдивую информацию официальным органам. То есть, если тебя улечили во лжи, то ты как бы становишься человеком второго сорта. В чем это выражается? Да во всем. Если захочешь взять кредит, то процент за пользование кредитом будет намного выше именно для тебя, поскольку ты пытался обмануть государство и так далее. Я вам просто приведу еще пару примеров. Я знаю случаи, когда американец прилетел в США и в аэропорту в декларации указал, что перевозит наличными 10 тысяч долларов. А когда ему провели таможенный досмотр, то обнаружилось, что он перевозил наличными 50 тысяч долларов. И все. Куда бы он ни обратился в США, везде он чувствовал себя к себе совсем другое отношение. То есть, ему везде давали понять, что он потерял доверие у общества. Или вот другой пример. Наш украинский мигрант прилетел в США и для того, чтобы легализоваться, предоставил неправдивую информацию. Он легализовался. Через время получил американское гражданство. И тут, через 10 лет, американским официальным органам стало известно, что этот человек в свое время предоставил неправдивую информацию. И все. Несмотря на то, что прошло 10 лет, ему аннулировали гражданство и депортировали из США. Вы уж извините, друзья, что вас немножко увел в сторону. Но это я рассказал для того, чтобы вы поняли, что в США очень строго относятся к вранью. И если генеральный прокурор Луценко действительно соврал, то, я думаю, пройдет какой-то период времени, и со стороны американской администрации должны последовать очень жесткие персональные санкции. Вплоть до аннулирования визы и запрета на въезд в США. Хотя вот в украинской прессе начали ходить несколько иные разговоры. А именно, что Луценко это сделал специально, чтобы подыграть президенту США Трампу, поскольку стало известно, что Трамп очень недоволен работой Марии Иванович. И я думаю, что пройдет совсем немного времени, и мы с вами узнаем всю правду. Ну и еще одно действие произошло вчера. Опять же, я считаю, что это было связано только с одним. Отвлечь наше внимание от разворовывания средств в оборонном комплексе. И здесь уже в роли так называемой торпеды выступил глава радикальной партии Олег Ляшко. Перед ним была поставлена задача включить все свои артистические способности и устроить своего рода такое концертное выступление, чтобы оно имело очень большой резонанс. В общем, Ляшко вместе с членами своей фракции вчера ворвался на заседание Кабинета Министров с требованием не подписывать новый трудовой контракт зловой нефтегаза Кобалевым. Я не буду вам сейчас показывать видео, потому что там одни сплошные крики и разговоры на повышенных тонах. А я вам уже рассказывал, что Ютуб в последнее время не одобряет такие провокационные видео. Поэтому я скажу, что Ляшко там в течение 20 минут орал не своим голосом, например, министра Гройсмана. И я даже, честно сказать, подумал, что вот-вот и Ляшко наконец его ударит. Но этого так и не произошло. Нужно сказать, что на этом заседании Кабинета Министров было принято довольно интересное решение. Кобалева оставили на занимаемой должности и урезали только некоторые его полномочия. Но приняли интересное решение. Аннулировать независимость Наблюдательного совета нефтегаза. И теперь ненезависимые иностранные эксперты будут контролировать эту очень сладкую организацию. А этим будет заниматься премьер-министр Гройсман. И еще. Уже ни для кого не является секретом, что Олег Ляшко находится на подтанцовке у Рината Ахметова. То есть вы понимаете, что он уже давно не самостоятельный политик. А мы знаем, что Ахметов и Порошенко являются бизнес-партнерами. Я думаю, что хозяин и дал команду Олегу Ляшко пошуметь конкретно в Кабинете Министров. Ну и не просто пошуметь, а так пошуметь, чтобы это имело очень широкий резонанс. Что естественно у Олега Ляшка и получилось. Ну и еще одна новость, о которой необходимо сегодня поговорить. Вот буквально пару дней назад в Киеве в течение суток были совершены поджоги в двух магазинах Рошен. Я об этом детально рассказывал в своих прошлых видео. И я тогда сказал, как бы эти поджоги перед выборами не оказались своего рода флешмобом. И вот вы знаете, мне кажется, что скорее всего я оказался прав. Вчера вечером в Киеве опять была совершена попытка поджечь фирменный магазин Рошен. В Киеве снова подожгли магазин Рошен. Вечером 20 марта неизвестные подожгли здание магазина Рошен вблизи Дарнинской площади. Информация о поджоге магазина на проспекте Юрия Гагарина поступила около 21.00. Двое неизвестных бросили в витрину магазина емкость с зажигательной смесью и скрылись, рассказала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик. По словам свидетелей, зломышленники были в медицинских масках. На месте происшествия работала следственная оперативная группа и спасатели. Правоохранители изъяли остатки бутылки, в которой находилось неизвестное вещество и отправили их на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство. По части 2.194 санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы, сказала пресс-секретарь. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, обрабатывают видео с камер наблюдения и разыскивают злоумышленников. Я предвижу, что пройдет совсем немного времени и Служба безопасности Украины отчитается, что поджигатели задержаны и не являются, опять же, представителями группы Белой Балаклавы. Я думаю, что для виду повесят это дело на какого-то бомжа, лишь бы отчитаться, что виновные понесут наказание. Ну и что же сам Петр Порошенко? Куда он поехал сегодня со своими выступлениями? А сегодня он уехал на встречу с Туском в Брюссель, хвастаясь со своими достижениями. Поскольку он отбивается за 10 дней до выборов, это абсолютно четкий формат поддержки. Не просто поддержки Порошенко, а поддержки Украины в наших евроинтеграционных правах. И вы знаете, я уже так привык к тому, что на выступлениях Порошенко ему выкрикивают провокационные вопросы про Шария, что я уже ждал, что и здесь, в Брюсселе, сейчас услышу этот вопрос. А почему вы преследуете Анатолия Шария? Но, к сожалению, так и не услышал. А вообще это выглядело бы очень прикольно. Кстати, интересно было бы посмотреть в этой ситуации на реакцию Порошенко. Надеюсь, он бы не начал вырывать телефон из рук задающего вопрос. Ведь это Европа все-таки. Ну и в заключении, как всегда, короткое обращение к зрителям моего канала. Друзья, я знаю, что многие из вас не ходят на выборы, потому что считают, что их голос ничего не решает. Но я все-таки призываю вас поступить правильно, пойти 31 марта на свой избирательный участок и проголосовать. В первую очередь для того, чтобы никто не воспользовался вашим бюллетнем и не проголосовал за вас. И если вы действительно желаете процветания Украине и лучшей жизни себе и своим детям, не отдавайте свой голос за Петра Порошенко. А на этом, друзья, у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok